Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! Меня зовут Ильдар, и вы на канале Шапочный Ильдар. Ильдар, а почему ты в красной шапке? Ребята, всё просто. Времени нету, много дел, голову забыл помыть. Сейчас снимаю ролик, потом наваждение, потом ещё один ролик. Короче, вообще времени нету, понимаете? Но работать надо. Кто же вас будет веселить? Я не знаю, если честно. Я надеюсь, вы хотя бы цените, любите, уважаете меня. Потому что я к вам отношусь абсолютно с такими же чувствами. Я вас просто обожаю, хочу взять каждого за лицо и просто жёстко вот так вот погладить по голове. Короче, вы понимаете. Значит, чё я хотел сказать? Вы мне скидываете уже, наверное, полгода, а какой-то отрывок из тиктока, семья Кривошеевых, пусть говорят, посмотри. На центральном диване Егор Кривошеев, глава семейства. Всего за четыре дня он пропил трёхкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Ребята, объясняю. Этого выпуска не существует. Это отрывок из фильма «День до» 2014 года, поэтому этого выпуска нет. Мне ещё нравятся, знаете, комментарии там в Инстаграме, в тиктоке. Боже, что это за постановка? Это же актёры, как в это верят? Промывают мозги людям. Это отрывок из фильма. Угу. Хватит скидывать, пожалуйста, мне его везде. Но среди всего этого скама, меня вы тоже пытаетесь иногда заскамить, вот видите, таким образом, я нашёл выпуск, который называется «Это по любви мужское-женское» за 2020 год. Я просто зачитаю начало, чтобы вы понимали. 12-летняя Юлия Луначёва из Екатеринбурга более полугода состояла в темных отношениях с двумя взрослыми мужчинами, 35-летним инспектором ГИБДД Владиславовым и 40-летним... Я это прочитал и такой думаю, мне это срочно надо посмотреть, а вам это срочно надо увидеть. Ну, знаете, просматривая каждый раз подобное шоу вот здесь где-то в сердечке, у меня умирает что-либо, понимаете? Какая-то микрочастичка души, она просто берёт, падает в аорту, я не знаю, в какой-то сосуд очень широкий и большой, летит вниз и всё, ей кранты. Поэтому периодически приходится общаться с профессионалами, чтобы окончательно не уехать кукухой. Многие мои знакомые работают с психологами и я тоже периодически. И вот я обратился к сервису Ясно. Это самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. После сессии правда становится легче, ты будто бы моешь свою голову изнутри. Появляется больше энергии и, что самое важное, находишь ответы на все волнующие тебя вопросы. Ты понимаешь, что устроен намного сложнее, чем думаешь на самом деле. Психотерапия действительно помогает многим. 81% клиентов Ясно чувствуют результат уже после пятой консультации. Думаю, это связано с тем, что после регистрации алгоритм подбирает вам специалиста индивидуально. С учётом сложностей, которые вы хотите обсудить, и удобного времени. Я доверяю Ясно, потому что там работают опытные психологи. У каждого есть профильное образование. Стаж работы от трёх лет. Кроме того, терапевты проходят индивидуальное собеседование, где подтверждают свои профессиональные навыки и показывают свои кейсы из практики. Одно из базовых правил психотерапии – конфиденциальность. Без этого невозможно построить с психотерапевтом доверительные отношения и раскрыть свои чувства. В Ясно конфиденциальность сессии гарантирует этический кодекс. Вы можете сами оценить работу сервиса Ясно, воспользовавшись моим промокодом ИЛЬДАР, который даст вам скидку в 20% на первую сессию при регистрации. Промокод действует как на индивидуальную, так и на парную сессию. Ну а зарегистрироваться вы можете по ссылочке в описании. Ну а теперь начинаем. Здравствуйте. Сегодня мы будем разбирать очень громкую историю из Екатеринбурга, где 12-летняя девочка жила с двумя взрослыми мужчинами на протяжении полугода. Это просто обычная шведская семья, я не знаю в чем проблема в Европе. Два мужчины спокойно живут с детьми, это нормальная история, в чем вопрос. Россия, ца Европа. И самое страшное, на мой взгляд, в этой истории, что дело на... Что два папы думают, что все-таки это повлияет как-то на ее развитие. Это по доброй воле. По любви, как она говорит. Юлия Луначева из... Юлия Луначева! Бля, мне так нравился вот этот комментатор, как Габидуллин, да, по-моему, с кубик в кубе озвучивала раньше, там было прикольно. А эта девчонка, Юлия Луначева! Екатеринбурга всего 12 лет. Так. Я думаю, что Диме надо будет вот это вот, она состояла в отношениях, надо как-то... Дима, сделай... Ну, как-то чтобы, потому что как-то в начале видео не хочется, чтобы, ну, видео не было потом. Спасибо. В общем, ну, вы понимаете, 12-летняя девочка жила с двумя мужчинами, и это не ее папы, а это ее кто-то. Звучит ли это ужасно? Ага. ...отношениях с двумя взрослыми мужчинами. У меня больше вопросов, конечно, к мужикам, как всегда. Иногда у меня истерики по этому поводу. Я такое чувствую, что я их предала. 35-летним инспектором ГИБДД Владиславом Ханиповым и... Ну, просто у него красивый жезл, и что? ...колетним сотрудником торгового центра Сергеем Кузнецовым. А у него красивые яйца куриные. Я свежа откуда-то узнал, что мне с Владиком было. Ну, и типа, как-то, что ли, тоже попросил. Сколько раз у вас было с ним интегрироваться? Ну, где-то 4-5 раз в неделю. На потяжении полгода. Сейчас оба любовника находятся в следственном изоляторе. Девочка в реабилитационном центре, а ее мать в запое. Дайте мне напитки. Я кроме водки ничего не пью. Ох, храдьбу. Дайте мне задавить. Водочно-щелочной баланс поддерживают в организме постоянно. Но родственники подозреваемых утверждают, что девочка все выдумала. А соседи уверены, что мать Юлии за бутылку водки подкладывала дочку под мужчин. Семейный ребенок. Да, звучит как-то вообще очень ужасно, нет? Семейный ребенок в семье находится. В любом случае, конечно, родная мама – это всегда хорошо. Это лучше. Почему Юля оправдывает своих венелисянков? Кто виноват в страшном преступлении? И как жить дальше 12-летней девочке? Сегодня в нашей студии бабушка 12-летней Юлии Луначевой из Екатеринбурга, которую обсуждают сейчас все местные и федеральные СМИ. Ирина Эриковна, здравствуйте. Здравствуйте. В нашей семье случилась беда. На днях мне прислали видеоролик, на котором было сказано, что Юля уже полгода живет двумя взрослыми мужчинами. Юля – это ваша внучка? Моя внученька. Я из пеленок воспитывала, я была ей мамой. Маленькой еще девочкой. Папа не было, очевидно. Дедушки не было. Ну вот нашла и папу, и дедушку, и всех. 12 лет, как эти козлы могли это позволить себе? Пусть она выглядит развитой, и постарше может выглядеть своих лет. Но они же жили в той же коммуналке. Они знали? Нет, бля, мужики просто мрази ебаные. Я вообще в шоке. Сколько ей лет конкретно? А вы сказали, что вы Юлечку воспитывали. Да. Я Юлю воспитывала, потому что мама ее бросила нам. С какого возраста? Грудную. Грудную. Месяцев три, наверное. Ага. Она пила все время. Она пила. Ну, в общем, Юля ей стала не нужна. Она ее принесла к нам, думаю, когда Женя был на работе. Бля, как они могут столько пить? Иногда вот кажется, знаете, какие-то выходные, какие-то тусовки, ты что-то там идешь, пьешь. На следующий день просыпаешься. Ну, понятно, что все равно там бывает. Выпью много иногда, пью. Ну, да, такое было. Но все равно, ну, как можно ежедневно, запойно? То есть, типа, ты после выходных лежишь такой и думаешь, боже, я хочу просто умереть. Потом ты просто наслаждаешься состоянием, каждый день вспоминая, что было до этого, что ты трезвый, что ты здоровый, что у тебя ничего не болит, что ты бежишь куда-то, у тебя полно энергии. Как, бля? Ботя принесла в сумке, бросила и говорит, То есть, ну, типа, понятно, что там как-то черта, она переступается и все, пиздец, ты уже не можешь жить там без водки, без каких-то веществ, всего остального. Ну, почему для себя не провести какую-то грань, ну, психологически хотя бы? Ну, понятно, что все мы там отдыхаем, тусуемся, но мера же, бля, должна быть какая-то. Вот, заберите, скажите спасибо, что я ее под автобус не бросила. Если бы я знала, что такое геморрой, я бы не рожала. Это невестка ваша принесла и такое сказала про ребенка? Да. Скажите, а как вы считаете, кто виноват в этой истории? Только честно. В том, что случилось с Юлей. Я не видела свою внучку полтора года, год и восемь месяцев. То есть, пока она жила у вас, все было хорошо? Конечно, она мне была. Год и восемь месяцев назад ваше... У нее просто половое созревание случилось, она, видимо, посмотрела, как мама живет и такая, ну, ладно, я тоже так хочу, погнали. Внучка ушла куда жить? К маме обратно? Так, вроде, хорошо одета я... И она привела ее к себе домой. Я бы не подумала, ну, в общем, поверила я ей. Ну, в цирк... О, это этот мужик, который уважает старших. Мы тебя не уважаем, бро. Нет. Хорошо. Почему вы ее не лишили за это время родительских прав? Она была лишена. Мы лишали ее. У нас был суд. Ее лишили, она не пришла на суд даже, потому что не могли даже ей вручить повестку. И вот, ну, что-то... Через четыре года вдруг к нам приходит вечером представитель опеки и принесли повестку, что в понедельник суд по восстановлению родительских прав. Я так удивилась, как так. Она ведь не работает, и тем более собраны были у нас... А она платила алименты? Ей были назначены алименты, когда... Какие алименты? Нет, нет. Подождите, но они были назначены? Нет. Это как? Ну, не знаю. Не, не надо было их. Я так понимаю... Вон, алименты в стакане налиты у нее вся. Я думаю, что ее в правах восстановили, но место жительства ребенка определили с отцом. Правильно же? Да, да, да. Так с сих пор она алименты платила или нет? Нет. Никогда никакие? Никогда никакие. Нет. Я почему спрашиваю про лишение восстановления? Потому что, ну, мы-то вашу невестку знаем всего ничего. Четыре дня наша съемочная группа была в вашем городе в командировке. За эти четыре дня... Кристину... Трезвая она не была. ...ни разу мы застать трезвую не могли. Но, как вы знаете, алкоголь развязывает язык. Вот что нам удалось... Городок такой, а я-то знаю. Не понаслышке. ...полось услышать. Я пошла в душ. Она на кухне здесь с ним. И я захожу резко. И они... Он ее цвырил в клубы. Она говорит, мама, что с тобой? Мама, что с тобой? Я говорю, да ничего. Серега побежал в комнату. А потом она забежала к нему и говорит, помоги. Мама, мама меня это. Я ее зашвырнула домой и все. И тут же выбежала из комнаты, пошла к нему. Ты не думала, может быть, не водить мужиков таких домой? Там типа подумать о дочке. Или твоя дочка водка? Ты думаешь о ней? Ну, понятно. Сказала ему, если отсюда не съедешь, я завтра заявление напишу на тебя. А он сидел в интернете и сказал, пиши. Играл в танке. Ну, похож на мужика, который в танке играет. Написала участковое заявление, чтобы мою девочку проверили. На хламидии. Что она деснется или нет. Мне гинекологи сказали, что плевал у нее, нормально. Ей просто там все растянули. С Вадимом она мне сказала в следственном комитете. У него просто писюн вот такой. Ну, в смысле, не она сказала, а психологи. Она сказала, что он ее на кухне там. Кто? В комнате. Вадик. В смысле занимался с ней. Короче, Вадик занимался с ней там, ну, понимаете, чем. Такого не должно было пройти. Просто с котом каким-то поверил. Думала, что надо бы как бы детей воспитывать своих. Вести образ жизни нормальный. А вот говорят, что ты не пускала ночевать ее там. Да, конечно. И Юля жила с Сергеем. Это правда вообще? Она ночевала у него. Потому что у него там кресло и... И хуй. И диван. Как отцу к нему относилась. Она там уроки сделает, уснет. Ладно, я ее не бужу вроде. Просто... Просто... Может быть ты, мразь и сука, потому что ты отпускала свою дочь куда-то. Каким-то мужикам. Из человеческого ничего нету в них. Как так можно на ребенка з***ли? Твари они. Уроды последние. Они мне все... Так а ты, блядь! Жизнь ломали. Мало того, что мне еще и моей дочери. А на соседи мне по***ли, что они говорят. А как вы думаете, она могла знать о том, что происходит с ее дочерью? Конечно, я знала. Конечно. Почему вы так уверены? Ну как это можно не знать, когда ребенка отпускать к мужику? Юля наверняка. Она же сама сказала, что она знала, что, ну, типа там ночует. Я не знаю, как я говорила. Что говорила? Что что-то было. С ее слов совершенно понятно, что она спокойно относилась к тому, что ее 12-летняя девочка ночует в комнате у взрослого мужчины. Потому что там есть кресло. А ей... А, это коммуналка, все-все. Видимо, надо заниматься со своим сожителем в своей комнате. Чем-то, тем, чем надо заниматься. Понимаешь? Ну тогда я не могу и бабушке вопрос этот не задать. Вы-то, зная свою невестку, ну не меняются же люди. Если она такой образ жизни вела, что же отдали-то ее в 11 лет, в такой как раз возраст, когда из девочки... А, это невестка, это не ее дочка. Все, окей. ...в подростков превращается. Зачем отдали их такому мамашу, у которой непонятно какие сожители, и бутылка водки на первом месте? Ну не могу, это сейчас вот все хотят расспросить. Она, когда Юлю забирала, она выглядела хорошо. И я не знаю, откуда я могла знать. Юля ведь ходила в школу, вот мимо нас, мимо Жени, к нему не заходила, на телефон не отвечала, телефона у нее нет. То есть, ко мне она вот... Подождите, вы сказали. Я ничего не могу понять. По суду, по второму. Место проживания девочки было с папой. Ну это с нами, да. У какого черта вы ее отдали в общежитие, где живет пьяща-пьющая мать со своим сожителем малолетним? Ее никто не отдавал. Она пошла в цирк, понимаете, с мамой. Она ушла за хлебом и не вернулась, понимаете? Такое бывает. Но не вернулись оттуда. После цирка? Да. Вы могли пойти в опеку и сказать, что несовершеннолетний ребенок, за которого вы несете ответственность, вернее, ваш сын, сейчас находится неизвестно где и написать заявление. Вы же этого не сделали. Получается, вы отдали алкоголичке мамаши, которая один раз пришла и прилично выглядела, а все остальные 10 лет выглядела ужасно. Отдали ей 11-летнюю девочку. Ну это правда так. Вы на меня можете... Такая, ну... Просто я тоже устала. Я хочу пожить для себя. У меня Александра Семенович живет за соседней дверью. Мне что делать? Подкладывать внучку под него, что ли? Если я хочу сама под него подложиться. Волком не смотреть. Она приходила к Жене и все говорила, что все у нас хорошо. Мама работает. Все в порядке. Она в школу ходила, и в школу к нему заходила. Послушайте, ну вот мы с вами когда говорили... Яну ее грязную домой привел, да, и вы ее пожалели, и с тех пор против того, чтобы у них дети были, вы выступали. Было же все? Да, да. Как вы ей отдали ребенка в 11 лет? Вас почему Юля спрашивала, кто виноват в этом? Вы говорите, мама, а вы? Растет девочка домашняя, как я понимаю. Потом бах, оказывается в общежитии, в одной комнате, с мамой, с ее сожителем. Ночует у соседнего дядьки. Мне кажется, у нее было так в голове, что, типа, это есть женщина, это алкоголичка, она ее видит, она более-менее нормальная, потом они пошли в цирк, позвонили, сказали, я останусь у мамы, все хорошо, она такая, ну ладно, останься у мамы, и все. Ну, типа, как бы вот к чему это привело. Вы туда ходили? Вы полтора года не видели ее? Вот сейчас нет. Нет, вот за эти полтора года вы в этом общежитии. Ну, теперь как бы понятно, возможно, что она и не особо хотела заниматься этой девочкой. Я приходила, меня просто не пускали. Ну, как вас не пускали? Ну, вы бы хотя бы посмотрели, кто соседи, хотя бы там поговорили с ребенком. А сын ваш где был? Там даже дверь, а? Сын ваш где был? Все это время. Тоже дома. И тоже не ходила, не интересовалась. Ну, Юля сама приходила же к нему. К нему приходила, а ко мне нет почему-то. За это все время, ни разу она ко мне нет. Ну, смотрите, вы говорите сейчас так, как будто ничего не произошло. Как это не произошло? Вы что, я в шоке? Вот оно произошло. Я спрашиваю, кто виноват? Вы говорите, мать. А я, а сын ваш не виноват? А вы сами не виноваты? А где сын вообще? Я не понимаю. Понятно, негде клейма ставить. Мы ее не смогли в студию привезти. Знаете почему? Ночной поезд. Мы специально взяли отдельное купе. Ее не пустили в поезд. После трехнедельного запоя она просто на человека не похожа. И вы этой милой женщине оставили ребенка совершенно спокойной и полтора года внучку не видели. Отлично. А мы даже мать не увидим здесь. Жесть, прикиньте. Она выглядела как мразь последняя. И просто нет, ты не зайдешь. Вы ее воспитали такой, что уйдя от вас она ни разу не пришла и вас не навестила. Почему вот она вас не навестила? У нас дома потому что была дисциплина всегда. Она делала уроки, она все делала, все гуляла, подружки у нее тут были очень много. И все было, я не знаю, хорошо. А там она почувствовала свободу, видимо. Вот. Давайте мы посмотрим, как вы с ней жили и куда вы ее из этого царства, где она должна была уроки делать, отдали в королевство, где ничего делать не надо, кроме как с мужиками. Вот эти дома каждый раз показывают просто по-моему все одинаковые, будто все в одном городе снимается. Вот сюда Кристина принесла Юлю сумки, даже не положила, а бросила и сказала забирайте. Мне она не нужна, скажите спасибо, что я не бросила ее под автобус. И с тех пор Юля жила с нами. Восстановление всей ситуации, да? Поставили эпично. Там кукла лежит, боже. До 11 лет. Вот это наша кухня, это наши магнитики Юлины, фотографии, которые я не могу от которых избавиться. Хотелось бы забыть, но не могу. Хотелось бы забыть, отдала внучку, думала уже забыла, но в итоге приходится теперь по шоу ходить. Сюда мы принесли Юлю и здесь она жила. Это куколки, ну у нее таких было куча, но вот это одна из любимых. Написала Юля, ну видимо она себя соотносила. Ставь лайк, если у тебя тоже в детстве был вот этот вот Юрий Куклачев с котом. У меня он точно был. Тоже блондинка. Училась она хорошо, пятерки, четверки, почерк хороший. Был такой момент, я вышла на балкон. Какой он стрёмный, посмотрите, ну на него похож немножко, может быть она как-то видела себя в этой куколке. Развешивать белье и сквозь окно Юля сидела на диване с ноутбуком и я увидела, что она смотрит Фиаргантов. Я спросила, Юля, что ты смотришь? Она говорит, да ничего. Ей было тогда... Короче, она смотрела фильмы для взрослых. Семь лет. Вот это наш котик, Чуля, она ему сломала хвост в четырёх местах. И об этом я узнала, когда мне позвонила её подруга. А Чулю-то за что? Ей это было. Она дочка моя была. Сердце за неё болит. Подождите, что значит, она коту хвост сломала? Специально? Да. И порно восемь лет смотрела? Ну да. Бабушка следила за внучкой примерно на ноль. Ещё просто походу... Ты заходишь домой и видишь, как ребёнок смотрит какие-то непотребства и такая, ну, смотрит и смотрит. Ладно, бог с ним. Нет, понимаете, я развешивала бельё на балконе, а она сидела на диване вот с ноутбуком. Ноутбук вот туда. Вы какую-то воспитательную беседу с ребёнком провели? Вы знаете, что в любом ноутбуке есть такая функция, когда вы можете запретить ребёнку посещать? Я понятия не имела даже, что там такое есть. Вы понятия не имели ни о чём. Я не имею же мазу. Нет, смотрите. Тоже, да, интересная позиция. Типа, у меня есть ноутбук, интернет. Зачем разбираться, что там вообще происходит? О том, что произошло? Типа, узнать, как это работает у специалистов, там, типа, как это запретить? Нет. Вы узнали из какого-то сюжета. О том, что она хвост сломала коту в четырёх местах, вы узнали от подружки. А вы к психологу её после этого отвели? Да. И что? Всё в порядке. Он сказал, нормально с ней. Хорошая девочка. Первым за первым, не единственным, заинтересованной связи с несовершеннолетней задержали сорокалетнего Сергея Кузнецова. Он в этом вообще... Ну, гнида, блядь. В общежитии два года снимал комнату и жил по соседству. Как вы слышали, девочка у него даже ночевать оставалась не один раз. И мама об этом прекрасно знала. Мы пригласили на прогр... Просто мразь, блядь. ...перрограмму первую жену Сергея Екатерину Севастьянову. Ужас, сука. Давайте её позовём. Ей 14. Вы несёте такой бред. Бред? Полнейший бред. Ну, не может быть... Этого не может быть. Чего не может быть? Я волнуюсь, простите. Чего не может быть? Что я несу? Вот вы сейчас обвиняете человека. Суд ещё не прошёл. Ещё обвинения ещё не было. Екатерин, вы присядьте для начала. Вот сядьте рядом. Успокойтесь. И скажите, я правильно услышала, что... Его просто так задержали. Вы не верите в то, что Сергей мог такое совершить. Поебалу написано, что будто бы мог. Это бред. Почему? Это просто бред. Почему? Это добрейший человек. Он... Вот он любит детей. А чё вы развелись этим добрейшим человеком? А она просто сейчас говорит, чтобы на неё это никак не перешло. Знаете, чтобы репутация в её подъезде среди жильцов ЖЭКа не испортилась. Алкоголь. Когда вы с ним сходились, вы не видели, что он пьёт? Знала. Ну... Вы как человек непьющий не можете это принять. Зачем сошлись? Вот чисто по-женски думала, что смогу. Да. У вас были дети на тот момент, когда вы сошлись с ним? Когда мы начали жить с Сергеем, у меня уже была дочка, ей было почти 7 лет. Ну, согласитесь, не заметить каких-то наклонностей... Понимаете, 7 и 12, это две большие, как вы отводите, разницы. Послушайте, мы тут столько видели влюблённых по ушу женщин, мужчин, которые либо не замечали, либо не хотели замечать определённые взгляды и наклонности со стороны этих мужчин по отношению к их детям. Поэтому не надо рассказывать. Он у нас, бабушка, в квартире с ребёнком 10 лет прожила и даже не понимала, почему ребёнок хвост коту ломает и по-моему смотрит. Ну, о чём говори? Нет, я бы заметила в любом случае. Почему мне показывают этого мужика? Он меня раздражает. Не верю ещё. Ну, смотрите, сюда ещё нет никакого суда. Опять, на каком основании его обвиняют, я вообще не понимаю. На основании показаний девочки. Она не просто... Тут мужик тоже похож на человека, которому нравятся дети. Она просто сказала, что они целовались с ним на кухне. Она рассказала, что они систематически на протяжении полугода встречались с ним, у него в комнате 5-6... 4-5 раз в неделю. СХС у них был. Какой бред? Мы встречались, а СХС был 4-5 раз в неделю. Ну, слушайте, это же не я говорю. Это бред. Я знаю этого человека больше 10 лет. Послушайте, ещё раз говорю, это не я говорю, это девочка говорит. Мы здесь собрались, чтобы понять, правда. Это бред. Такого точно не было. Она выдумала. По приколу решила похвастаться. Она говорит или нет. Тогда давай послушаем. А если не правду, зачем тогда? Давай послушаем. Чего я буду её переводить? Давайте её и послушаем. Я так понимаю, что они с Владиком это обсуждают. И я Серёжа откуда-то узнал, что у меня с Владиком было. Ну, и типа, как-то, что ли, тоже попросил. Серёжа не такой прям красавчик. У него никогда с девушками не получалось. Так, слушайте, она прям мать Терезы. Она помогает страждущим, неимущим, жаждущим. Мне, можно сказать, его было жалко. Я подумала, пусть я ухуду хоть хотя бы я. Разбежал один раз в посмелье. Пусть буду хотя бы я. Ну, и он как-то попросил что-либо помочь. Ну, с Владиком это уже тогда было. И типа, вот это. Лучшее лекарство от похмелья ставь, Влад. Блядь. Вот это лучшая лекарство в похмелье. Так выразился. Но я сначала как-то и постеснялась. Но он мне говорил, не стесняйся, всё будет аккуратно. Но я тут согласилась. И вот на протяжении недели это продолжалось, разрабатывали. Это вот. И на протяжении недели это продолжалось, разрабатывали. И потом полгода с ним. Разработка шла, понимаете. Песчаных карьеров, скважин и ТД. Даже воздуха не хватает, если честно. И потом полгода с ним. Сколько раз у вас было с ними в СНС? Ну, где-то 4-5 раз в неделю. На протяжении полгода. А с Владиславом? Клетка там за все эти полгода 8-9 раз может всего лишь. 8-9 раз всего лишь за полгода. То есть это чаще, чем раз в месяц. Дядь Сережа мне предлагал, чтобы тебя из-за неудовела, но я не совсем еще с ума сошла. Дядь Сережа предлагал, чтобы они как бы вдвоем. А я еще не с ума сошла я адекватная, мне 12. Ну, будет 13, там и посмотрим. Я в шоке. Это не может быть правдой, понимаете? Человека я этого знаю очень давно. Я пытаюсь понять, на каком основании вы так утверждаете? Пока из всего того, что вы сказали, кроме как он хороший человек, он не мог, мы ничего не услышали. Давайте так, вы когда с ним сошлись? Ну, лет 12 назад. Лет 12. Сколько прожили? Мы около года, недолго, конечно. Около долга. То есть вы, подождите, вы 11 лет с ним не живете, он бухает почти каждый день, и вы утверждаете, что он не способен на это, не зная человека за последние 11 лет? Ну, не может человек настолько изменить. А девочка может вот так врать? Ну, могут дети, да. Зачем? Я не знаю, зачем это для... Не знаю. Полную охуйню. Вообще, не надо ее слушать. Уведите ее из студии. Не могу вам сказать, зачем это. Вы знаете, к нам на программу приехала... Вот отвечая на ваши вопросы, откуда мы что знаем? К нам приехала соседка, которая в этом же общаге живет, Ольга Иксанова. Может, она нам расскажет? Все же у нее на глазах было. Ольга, идите к нам. Здравствуйте. Я хочу в поддержку сказать Владислава Ханипова. Как бы про Сергея, может быть, еще подумаю. Ну, она проживала с ним в одной комнате. Ну, про Владислава я не могу ничего такого подумать и сказать. То есть про Сергея она не придумала, а про Владислава придумала? Знаете, у нее мама, мы неоднократно слышали, у нее... Короче, приехали в защиту этих гондонов. Частенько мужчины находятся. У мамы. У мамы, да. И один из ее бывших, получается, был. И она выходила, я слышала сама лично, как она ему говорила, ты запомнил, что надо в Следственном комитете? Ты запомнил, как я тебе говорила? Так следователю и говори. Подождите, но вы нам только что сказали, что были в курсе того, что маленькая, несовершеннолетняя девочка проживает вместе с Сергеем. Вы сейчас вышли и сказали, Сергея она... Ну, она ночевала, он к ней как папа относился, он ей кушать готовил, он с ней уроки делал, он ей вещи покупал, в школу ее отправлял. Почему она дома не ночевала? А потому что мама у нее очередного приводит человека, закрывает комнату свою, железную дверь, а ребенок не нужен. Некуда. Она то на общей кухне, то на общем коридоре. Слушайте, ну тогда мне интересно, этот ребенок прекрасно знает, что ей есть куда пойти. У нее есть бабушка с шикарной квартирой, со всеми... Шикарная просто, апарты двухсотметровая. ...удобствами, абсолютно добрая, все разрешающее, судя по тому, что ребенок в восемь лет посмотрел... Ничего за это не получил. Почему же она тогда не вернулась к бабушке? Я не знаю, как Юля говорила, я бабушку боюсь. Чем она боится, я не знаю. Боюсь, а... А вам Юля это... Она мне сама лично говорила, я говорит, бабушку боюсь, я сама лично папе звонила. А как часто она у Сережи оставалась? Ну, как часто, как мама пьет. А как мама пьет? Всегда, каждый день. Она полтора месяца, два месяца пьет, две недели не пьет. То есть мы... Мы в эти две недели не попали явно, давайте посмотрим на экран. Дайте мне напиться. Бухать, бухать, пиво. А ты в каком сейчас состоянии? Не напитом? Дайте мне задавиться. А без трусов можно ехать? Психологические термины, знаешь, нет ты. За... Тоже уже... Ничего... Ладно, перезвоните. Ну, ей и так хватает. А, блядь, блядь, блядь. Да вы дети, я бог. Никто на ней... Это вообще-то моя дочь, если что. Если вы не в курсе. Звонит, су-ну, пускай приезжают, убирают ее, и все. Ужас. Фу. Захотелось помыться, блядь. Не знаю, захотелось пойти на пробежку и пить воду одну неделю, блядь. Просто больше ничего. Так, в углу сидит Юля, ребенок. Да, да, да. В трусах, простите, в полуспущенных, это ее сожитель мамы. Нынешний. 26-летний, нынешний. А рядом, который сидит, это ее предыдущий сожитель. И вы хотите... И вот этой женщине верят? Что значит, женщине верят? Это даже женщина и страшно назвать. Да при чем здесь женщина? Но все равно ребенок не сам пошел в полицию и сказал, что меня вот... Доруйся там какой-то дядя. А знаете, почему ребенок не пошел в полицию? Потому что он не знает, куда идти. Потому что она считала, что это в порядке вещей. Девочка говорит, что начала она с Владиславом Ханиповым. Об этом узнал Сережа, сказал, ну раз с ним можно... Когда ребенок живет в таких условиях, это просто жесть какая-то. Типа, как она еще... Ну, она смотрит на все происходящее, просто впитывает, наверное, думает, что это норм. Так все живут супер. Значит, и со мной можно. Это что, девочка выдумала? Это объясните мне. Владислав Ханипов, он с девушкой жил. А вот у нас друзья в таких студии, правильно? Вы же друзья, Владислава. Возьмите микрофон, пожалуйста. Они начинали там постоянно находиться в комнате. Я не верю, чтобы он такое сделал. Просто я 8 лет знаю, как бы, с положительной стороны этого человека. Очевидно, он не будет тебя просить и говорить, что, братик, ну, лучшее средство после похмелья, это немножко устроить друг другу голландский штурвал. Чтобы он так... Ну, вы что, каждый его интерес... Ну, вы знаете? Да нет, у него, в принципе, все было нормально. Он собирался... Что, блин, за комментарии? Просто пришли все такие, да они нормальные мужики, такого не было, все норм. Командировку в Москву. И, то есть, у него все спокойно было, он ничего не боялся. А как у него должно было быть интерес? Ну, если бы он что-то такое делал, наверное, он бы... Чего бы он-то? Слушайте, если бы он боялся... Типа, если бы он такое делал, он бы, наверное, всем и ходил, рассказывал, и говорил, и видео снимал, и показывал. А так, получается, ничего не было, если он никому не говорил. Он бы этого не делал. Скажите, пожалуйста. Да, конечно. Почему никто из его родственников, которых мы нашли, сюда не приехал? А вы прискакали, почему? Я не могу знать, почему у него брат не приехал. Вы хорошо его знаете? Да, я его давно знаю. Как давно? Ну, я вот живу с 93-го года в этой общаге. Нет, как у вас отношения какие? Сам я, 94-го. Привет, пока могли вместе шашлыки поесть, выпить пиво, посидеть в секции. Скажите, пожалуйста, вот когда собирается у вас общага выпить пиво, посидеть, дети с вами? Нет, дети на улице. А Юля с вами была? Нет. Ну, как нет? Когда мне рассказывали, что он даже отправлял ее, нечего тебе здесь делать. Вы же говорили. Значит, она там была? Нет, Юля я ни разу не замечал. Я хочу сейчас показать вам нынешнего сожителя Кристины, мамы Юли. Зовут его Сергей, фамилия Любимов. Вот что он говорит про Владислава Ханипова. У Вадика, который мент, которого посадили, есть друг такой Илья. Он привез девочек. Каких девочек? Маленьких. Как бы на вид, ну, лет по 14, не больше. Я выхожу в туалет, выходит Женя Костыль. И мне говорит... Я, говорит, сейчас заходил в комнату, он, говорит, ее отнял, макар девчонку вот эту малолетнюю. Вадик. Да, Вадик. И в этот же вечер они опять приехали. И опять он их... Вот этот... Вот этот... Вадик, вот этот... Не знаю, Сережа... Хлорок нет, макар. Но Вадик-то точно был за то, что одна была у Сережи в комнате, а вторая у Ваника. Вот Юлин отец. Он наркоман. Он постоянно накуривается. Ему вообще... Мне больно больше за Юльку. Как такое может быть? Он точно трезвый. Все с ним нормально. На ребенка это раз. Сильно застебать. На бабу без спроса это два. Нет такой бабы, которая не дает. Есть такой мужик, который плохо просит. Нет такой бабы, которая не дает. Есть такой мужик, который плохо просит. Бля, ужас. Фу, нахуй. Бля, я... Я грязный, ребята. Вы чувствуете грязь на себе? Вот прям кусками, да, она отваливается. Можно вопрос? А он сам в этом не виноват? Понимаете, когда... Бля, это пиздец. Я... Я не знаю. После такого нужно... Не пять сессий психологической помощи, а 205 походу. О-о-о-ой. Вы смотрите. Это рассажитель мамы. Еще раз говорю. А вот он сам в этом не виноват. А вот хотел он вопрос. Вы посмотрите на него, что он может сказать? Он там живет два месяца. Нет, он как раз... Он хоть что скажет. Он там живет 10 месяцев. Нет, он как раз, можно сказать... Понимаете, вся ситуация, вот как все описано... Он как раз выпил где-то 250 миллилитров пива максимум. Вот с сентября по февраль. И вот этот вот человек, он появился в сентябре как раз в коммуналке. При его присутствии. Когда это все случилось, Сережу когда закрыли. Вадик еще был как бы на свободе. И он почему-то сразу же, как только это все началось, он сразу же к себе в деревню уехал. Ирэн, а вот этот красавчик, он нес про то, что ваш сын наркоман. Это правда? Нет. Я не знаю почему. Он не употребляет. Нет, я не знаю, наркоман или нет, употребляет или нет. Твой взрослый сын вряд ли отчитывается перед тобой, чем он занимается. Его имел сын в виду? Да. Тот тоже Женя? Нет. Ваш сын употребляет наркотики, да, или нет? Нет, по крайней мере, я не замечала ни разу. Я бы не позволила. Ну то, что вы... Я бы не позволила. Не замечали, не знаете, что нет. Мы почему спрашиваем? Мужика в розовом пиджаке показали раз 300, наверное, уже. Теперь, я так понимаю, рано или поздно этот вопрос опять встанет. Раз мать уже один раз решали родительских прав, значит, после такого инцидента возможно. Тем более, что она просто пьет, не приходя в себя. У органов опеки опять появится желание ее лишить? Тогда единственным законным представителем окажется ваш сын. Да. Который, как вы сами сказали, в жизни девочки последние полтора года тоже никакого участия не принимал. Верно ли? Какой ужас. Она заходила к нему из школы, приходила и ночевала у него. Деньги он платил? Да, конечно. Кому? Он платил и за школу Юлю, он одевал ее в школу, давал деньги и на проезд. Все, и, пожалуйста, кормил. Она к ним приходила, ночевала. Мы вернемся чуть позже, а пока давайте мы сообщим вам, что органы опеки о том, что произошло у них в городе. Как всегда, они знали ничего. Знали от нас. На экран посмотрим. Мое любимое, это когда они в органы опеки приходят, все просто убегают куда-то. Органы опеки сами в сарае живут каком-то. По поводу Юлии Луначевой, вы, наверное, знаете про нее? Про кого? Юлия Луначева. Нет. Как это вы не знаете? Я просто не в курсе, честно говоря, я не помню, что там. И даже не знаете эту девочку? Ну нет, конечно, первый раз от вас слышу. Очень странно, почему вас не увитомляет, потому что ребенок сейчас находится в реабилитационном центре. Вы проводили с ней работу? А? Вы проводили работу с этой секретой? Да, в тот момент, когда вот эта вся процедура была, с ней проводилась определенная работа. И вы на протяжении года ездите, проверяете, как ребенку живете с мамой, потому что она никогда с мамой не жила. Это семейный ребенок, то есть в семье находится ребенок. Вы проверяете, как ребенок живет с мамой, которая 10 лет была алкоголичкой? Это семейный ребенок, в семье находится ребенок. В любом случае, конечно, родная мама, это всегда хорошо, это лучше. Да, это факт. Согласен, такая мама точно лучше. Пожалуйста, кто из специалистов может нам рассказать, какие работы были? Давайте я сейчас вас спрошу в зала. Мы пришли спросить, какие работы были произнесли. Ну, как только информация любая поступает. Мы же не СМИ, естественно, мы не можем всю информацию, которую вы делаете, про ней как бы знать, да? Ну, у нас информация, которая девочки от мамы не поступала, поэтому в отношении ваших, вы информацию, которую вы представили, мы с этой проверочкой проведем обязательно. Адрес потом вам представим. То есть о семье вы узнали от нас, правильно? О проблеме тоже узнали от нас. И после восстановления мамы в родительских правах семья не наблюдалась, не была под вашим родителем? Ну, да, нет у меня информации, вообще нет. Ну, я еще раз говорю, мы вот сейчас в данном случае реагируем, сходим, выйдем в акт, посмотрим, составим, и все так. Сходим, посмотрим на половой акт. А, он уже был, а, 9 раз за полгода, не так много вообще-то. Сами сотрудники опеки приходили к вам? Нет, никогда. Я сегодня кучу. В семье заявляют соседи. Первый сигнал поступает от соседей. А как соседи? Вот смотрите, а если взять участковых наших, да? Они же прекрасно знали, что там происходит вообще. Кто ничего не заявлял? Такой ребенок, так и женат. А мы откуда знаем, что здесь живет такой резонанс? Подождите, а с детьми у нас заброшенными, которые в таких ситуациях находятся, дела нет ни до кого. Пока резонансное дело вот такое вот не случится, я так понимаю. Девушка, откуда органы будут подознать, если туда сообщение не поступало ни разу? Вы понимаете, после восстановления вы обязаны посещать семью и проверять, как их... Мы обязаны. Прикольно. Работает в органах опеки, узнает о своих полномочиях от телеканала. Прикольно. Возьмите вот этот адрес нашего центра. Чтобы мы заберем, где нас найти, какой телефончик. Мало того, что мы просто заставили... За руку взяли. Мало того, за руку взяли, они уже все. Они услышали Сережу уходить и пошли. Кто когда возьмет опеку над этими органами опеки, мне интересно. Значит, сообщаю вам, милые мои. Семья стояла на учете, мать лишалась родительских прав. Когда Гордон обращается, мне кажется, что он ко мне обращается, извините, пожалуйста, Александр, я хотите, поеду в органы опеки, я устроюсь, туда буду работать. Прав, мать была восстановлена в родительских правах. Ваша семья, ваша. Откуда вы должны узнавать? Оператор такой, блядь, не бей меня, пожалуйста, не бей. Нахрена вам полиция? Нахрена участковый? Нахрена ПДН? А вот неинтересно, если ребенок, ну, смотри, если что-то там будет с мамой, лишат маму прав, а ребенок-то куда отправится? В общагу, в комнату к этому Владиславу звали, потому что у него есть тахта и кровать. Мы уже поняли, что бабушка не бабушка, ни черта. Так я про это, вот я пытаюсь понять. От кого должны были органы опеки узнать о том, что изменилось место жительства ребенка, это от вас в первую очередь. Вообще, да, неудивительно, что девочка, ну, стала вот такой. Вообще, просто никто не занимался, никому абсолютно не нужна такая, ну, буду нужна этим двум мужикам, они меня любят. В очередь. А вам было удобно, вы ее скинули и все. Как начался возраст неуправляемый. Так вам девочка стала не нужна. Пока она послушно ходила, садилась, уроки делала, и вы могли ее контролировать, да. Как только она, ну, в пубертатный период, все, так пусть мама забирает ее, как не стыдно, тоже, честное слово. За полтора года ни разу не сходили. Это моя подружка, мы хотели сказать, защищайте. И я хочу сказать ее защиту, это не правда. Защищайте ее. Правда, я с вами не согласна. В чем? В том, что девочка никому не нужна, и что ее вышвырнули из дома, этого не может быть. Она ушла в цирк и не вернулась, и бабушка за полтора года, или сколько там, за два года ни разу ее не навестила и не спросила, как у нее дела. А что может быть? Бабушка полтора года не видела ребенка, которого воспитала с грудного возраста. Это как? Девочка растет. Это не та четырехлетняя, пяти, которая не понимает. Я именно про это и говорю. Она уже имеет свое мнение. Она уже хочет видеть мать. И что бы вы ни говорили, она ушла к матери, к самой плохой. Но она взяла с нее пример. Мы же сами видим. Знаете, почему она ушла к самой плохой матери? Потому что отец ее еще хуже, как я думаю. Вы не правы. Да? Да. Давайте его в студию позовем, будем с ним разбираться. Опа! А вот это уже немного интересная история. Погнали, ребята. Ну что там, ставочки, что там, алкаш, наркоман, как он выглядит? Идите, Евгений. Да не, вроде нормальный. Здравствуйте. Где жил ваш ребенок в последнее время? В родной матери. Как часто вы ее навещали там? Ни разу. Вы знали, в каких условиях она живет? Нет. Нет? Это ваш ребенок? Мой. Вы лишены отшовшего. Нет, я не лишен. Послушайте, вам суд присудил место жительства. Ребенка с вами. Это вы отвечаете за нее? Ну Юля ушла к маме. И что? Вы сообщили об этом в органы опеки? Нет. Вы навещали там ребенка? Нет. Вы видели, в каких условиях она живет? Нет. Вы давали алименты все это время? Нет. Я просто люблю колоться крокодилом. Что вы от меня хотите? Нет. Вы знаете, что ваша бывшая бухает по-черному? Знаете. Сейчас уже. Знаете, что мужиков водят? Знаете. Ребенок там жил полтора года. Вам ничего нигде не дрогнуло? Да нет, конечно. Я, она заходила, спрашивала, как у нее дела, как все это уже. Ей нужно будет, ну, спрашивала только денег. Все. Почему она приняла решение не жить с вашей мамой, а жить со своим? Не знаю. Я тоже. А вы, когда она жила у бабушки, вы с ними жили? Да. А сейчас вы где живете? В квартиру снимаю. Почему? Думал Юлю забрать. Ничего не понимаю. У вас есть женщина, наверное, поэтому вы не живете с мамой. Так о чем молчите? А когда у вас эта женщина появилась? Лет пять назад. Сколько я лет? Четырнадцать. Она готова забрать Юлю к себе? Да, готова. Давайте посмотрим, как вы живете и куда вы хотите забрать Юлю. Это наша квартира, где мы живем с супругой. Сюда мы хотим забрать Юлю. Кухня маленькая, но хватит. Три человек места. Вот тут будет есть Юля. Мы пьем чай, когда Юля приходит в гости. Юля реально приходит в гости. Приводила уже двух парней, посмотрели, вроде неплохие. Как только мы приехали сюда, сразу приготовили Юлю спальное место. Отгородили мебель, чтобы был свой уголок. Это наша часть комнаты. Когда Юля приходила к нам, мы за этим столом с ней вместе сделали домашнее задание. Вот Юлина фотография-то, то есть, маленькая была. Это память. Так как Юля сейчас летка у нас бывает, чтобы хотя бы на фотографии ее видеть. Вхожу, молюсь за дочь, чтобы лучше стало. Потому что я сейчас очень-очень... Зачем предпринимать какие-то действия, если можно немножко помолиться на Бога? Надейся, сам не плашай, блядь. Живо. Очень волнуюсь у дочку. Здесь я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Кристине ребенка я не отдам. Я сделаю все, чтобы Юля была со мной. Мы с женой больше юривать по беду никому не дадим. Алексей, вы живете в этом общежитии? Нет, у меня там комната. Вы там не проживаете? Нет. Вы ее сдаете? Его двух соседей обвиняются в этой комнате? Сдавал, да. Сейчас не сдаю. Понятно. Вот папа ни разу не был в гостях Дзю, не был в общежитии? Ни разу не был, не видел. Расскажите ему, как там жить 12-летнему ребенку? Плохо. Мать у нее бухает, накинялась, выгоняет. Она на кухне сидит сюда. Только мне кажется, все это бесполезно говорить папе. У меня вообще полное ощущение того, что вы зачем сюда приехали? Хочу забрать дочь. Да что вы чушь городите? Хочу забрать дочь. Мне заплатили, я и приехал. Все, в принципе. Звонили папе, вы сказали? Да, я 1 марта ему позвонила, сказала, что Юля, у Кристины не в адекватном состоянии, пьяная. Что-то сделайте с ребенком. С ребенком такое произошло. Почему вы не приехали? Я на работе. И что, вы до сих пор на работе были? Она же приехала и сказала, что там какой-то из чуваков не виноват, а уже походу виноваты оба, да? У меня бы такое с ребенком случилось, и я бы на самолете полетела. Да вас надо просто лишать вместе с этой мамашей. Вы где были все это время? На работе. Как страшно. На работе, блядь. Где твоя дочь? Да так, с двумя сорокалетними мужиками, занимается какими-то койтусными делами. А ты где был? Я был на работе. Ты знал об этом? Знал. Ну, работа превыше всего. Ну, что ли, голову в песок сунул, не вижу ничего. Понятно было, если ваша мама такими словами поливала вашу бывшую жену, слова про нее хорошего не сказала. Но при этом вы два таких красавца, полтора года ребенок там живет, а вы такие, ну ладно, пусть живет, она так захотела. Вы кого за идиотов держите? Чего мамашу-то обвинять, алкоголичку спившуюся? Это вы вдвоем виноваты, что это с ребенком случилось? Вы знали, что в 8 лет ваша дочь смотрела, блядь? Нет. Бабушка вам не рассказала? Зачем? Бабушка вместе с ней смотрела. Что получается? Вы подобрали Кристину на улице, потому что так получилось. Вы ее притащили домой. Мама ее оставила, потому что так получилось, хотя была против вашей связи, особенно против детей. Ребенок родился, но так получилось. Потом она в авоське принесла в 3 месяца ребенка бабушке, бабушка себя оставила, так получилось. Потом мать лишили родительских прав, так получилось, ребенок остался у вас. Потом мать восстановилась в родительских правах, так получилось. Потом ребенок от вас ушел, так получилось. Она в правах восстановилась, чтобы какие-то там ей преференции были, дотации от государства за ребенка, тоже как вариант. Потом ребенок балкал под двух взрослых мужиков. Так получилось. Вы за что-то отвечаете в жизни? Вы, два взрослых человека, за что-то отвечаете? Ему вообще плевать, как мне кажется. Я абсолютно убежден, что надо и вас лишать родительских прав. Точно. А что будет с девочкой? С этим ребенком не справитесь дальше. Ну, в принципе, у нее есть двое пап. Учитывая, насколько у нее изменилась за этот год с небольшим жизнью в общежитии психика, и что вообще с ней происходит. Этот ребенок, он никому не нужен. Он не нужен ни бабушке, ни папе, ни маме. Видя такой пример, который она видела всю свою жизнь, естественно, ее интересовало это Панру. Восемь лет бабушка даже ничего не сделала, чтобы поговорить с ней. Она просто заметила. Да вы же не знаете ничего. Органы опеки ничего не сделали. Просто на все, извините, заканчивали. Бабушка там, может, и поговорила, но я думаю, в глубине души вообще все равно было максимально плевать. Упрыли глаза. Ну, что здесь сказать? Здесь однозначно нужно лишать... Ну, что сказать? Ну, что сказать? Устроить. Родительских прав обоих не давать ни бабушке, ни папе, ни, естественно, маме. Девочке нужен психолог, и работа должна быть достаточно длительная. И для нее это была своего рода норма. Она хотела любви. Она хотела... Это очевидно. Заботы. И она как могла ее, она пыталась ее получить. Именно поэтому она сейчас пытается оправдать этих двух... Потому что они ее любили. Ну, по-своему, конечно, но любили. Взрослых мужиков. Это ужасная ситуация, но, к сожалению, вот такие вот люди-жертвы, они существуют. И жертвы здесь все. Ну, в смысле, они не жертвы. Вы все сволочи. Па, разово-пиджачный мужик пошел. Просто сволочи. Вы просто украли у ребенка детство. Я хочу у бабушки вот спросить, где... Ба! ...краски, где жульверн, где книжки, где любовь, где эта песня? Поговори со мной, мама, где это все? Я вас спрашиваю. Что вы сделали с ребенком? Бабушка такая, я, вообще-то, играю в покер. Просто ни одна мышца не дрогнет, блядь. Покерфейс максимальный. Какие у тебя карты? Ты папа ее? Ты должен каждую ночь думать, где она ночует. Ты должен каждый день думать, что она кушает. С кем она разговаривает. Батя такой, а ты пробовал метадон когда-нибудь? Попробуй, вот потом мы поговорим. Как так можно? Почему не устроить ребенка в музыкальную школу, художественную школу? Что... Какой, блядь, артист, пиздец. Давайте дождемся решения суда. Но одно совершенно ясно. Девочке сейчас возвращаться некуда. Я сейчас обращаюсь к прокуратуре, которая должна внимательно посмотреть на действия органов опеки до этого момента. И особенно внимательно после того, как программа выйдет в эфир. Спасибо. Она по факту реально никому не нужна. Ее используют просто как какое-то пушечное мясо. Ни отцу, ни бабушке, ни матери, тем более, не знаю. По факту, действительно, надо лишать всех родительских прав. Ребенка отправлять какие-то реабилитационные центры, я не знаю, чтобы там у нее в голове какие-то барьеры выстраивали, чтобы она забыла весь этот пиздец, что в жизни происходило. Может быть, она вырастет каким-то нормальным членом общества. То есть, ну, не знаю, короче говоря, очень тяжелый выпуск. То есть, как бы, типа, я тут не шутил и все остальное. Но, конечно, на самом деле это трагедия, ужас. Какая-то история, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. С вами был, как всегда, я, приятный Ильдар. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры подогнал «Симон»